Здравствуйте! Вы смотрите новости. О самых важных и интересных событиях этого дня расскажут наши корреспонденты и я, Анна Костина. Коротко, главные темы этого выпуска. Госдума приняла поправки в закон о психиатрической помощи во втором чтении. Более 80% пользователей курьерской доставки довольны скоростью и качеством услуг. В чем сложность работы курьера? Как получить бесплатные билеты на кинофестиваль «Восток-Запад. Классика и Авангард»? Об этом подробнее смотрите далее. Ильнас Галявеев, устроивший стрельбу в казанской школе, будет отбывать пожизненное наказание в Черном Дельфине. Об этом сообщает издание «Вечерняя Казань». Напомним, в Казани 11 мая 2021 года молодой человек открыл стрельбу в гимназии номер 175, где раньше учился. Погибли семь учеников и две учительницы. Еще 23 человека пострадали, из них 20 дети. Преступление он совершил в 19 лет. Ранее суд четвертой инстанции оставил без изменения пожизненный приговор Ильназу Галявееву, который он пытался обжаловать. Теперь он проведет остаток жизни в колонии особого режима для пожизненно осужденных в Черном Дельфине в Солилецке. Казанский стрелок будет самым молодым заключенным этой колонии. В России свыше 150 тысяч граждан с ментальной инвалидностью живут в специальных учреждениях. Не так давно Госдума приняла поправки, которые могут повлиять на их жизнь. Роман Ланцев расскажет подробнее. В конце июля Государственная дума одобрила поправки в закон о психиатрической помощи. По мнению экспертов, они могут ухудшить правовую защищенность людей с психическими расстройствами и усложнить контроль за условиями их жизни в психоневрологических интернатах. Это поправка о юридической помощи и защите прав пациентов с психиатрическими заболеваниями, именно касается, которые находятся в психоневрологических интернатах. Не скрою, что люди в психологических интернатах, они, ну, по сути, бесправны. За них все решает единственный опекун в лице руководителя ПНИ. То есть он решает, пойдет он в гости к своим родителям или не пойдет. То есть будет он, выйдет на сопровождаемое проживание или не выйдет. Воля изъявления никто не считается с попавшим туда. Поправками в закон упраздняются независимые службы защиты прав пациентов ПНИ, которые принимают жалобы пациентов и направляют обращения в органы власти, в том числе в суд. Защищать права пациентов будут региональные органы власти, омбудсмены и прочие госструктуры. А главное, чтобы временно покинуть ПНИ, к примеру, для визита к родителям на выходные, пациенту потребуется разрешение директора интерната. Причем отказ обжаловать нельзя. Мы очень ждали поправки в 181 законодательстве. Они вышли. Это сопровождаемое проживание, сопровождаемая трудовая занятость, социально полезная занятость. И следующим пакетом мы ждали именно изменения в этом законе о психиатрической помощи и законы распределенной опеки. И мы думали, что это будет все вместе в комплексе принято, в едином порыве. Но почему-то законодатели решили все расчленить. По данным на 2019 год, в России около 650 психоневрологических интернатов, в которых проживает свыше 150 тысяч пациентов. В Оренбурге шесть таких учреждений общей вместимостью около 1800 коек, которые всегда заполнены. НКО и благотворительные организации оказывают таким пациентам помощь наравне со специалистами интернатов. Правда, теперь по закону у них нет полномочий попасть к таким пациентам. И все будет зависеть от руководства учреждения. У нас открыты учреждения. И если вот посмотреть по нашим даже психоневрологическим интернатам и по детскому гайскому дому-интернату, то двери наши открыты. Мы тесно взаимодействуем. Вот сейчас прямо на вскидку я вам скажу те НКО, которые предоставляют нам свою помощь. Это автономная некоммерческая организация «Маяк». Это не диаконический центр прикосновения в городе Оренбурге. И я могу этот перечень еще очень много говорить о нем. И никогда не было такого, чтобы какая-то некоммерческая организация обратилась к нам за помощью, чтобы наш интернат открыл двери для того, чтобы посетили. Поводом для беспокойства стала трагедия в Санкт-Петербурге, произошедшая в апреле текущего года. По словам руководителя Центра палеотивной помощи и учредителя благотворительного фонда помощи хосписам Вера Ньют и Федермессер, из-за ненадлежащего ухода в ПНИ скончалось семеро детей от истощения. По этой причине 151 российское НКО и более 90 тысяч граждан обратились к президенту Путину с просьбой отклонить поправки. Развитие общества определяется именно отношением к самым незащищенным ее гражданам. Поэтому и я, и сенаторы, которые работали над законом, внимательно отнеслись к ее обращению по поводу поправок. Проблемы, которые она обозначила, подняты правильно. Часть поправок учтена в законе в большей части, я бы сказала. И я также поддерживаю необходимость продолжить работу над уточнением законодательств, развитием законодательств в этой сфере. То, что вступит в силу, оно вступит в силу только с 1 сентября 2024 года. Сейчас пока это все рассматривается. Но то, что касается изменений тех, которые мы посмотрели, и о которых я могу сказать, не комментирую нормы закона, это то, что как раз и говорится, что в субъектах будет создана комиссия специальная, в которой в том числе будут входить представители общественных организаций и, возможно, автономные некоммерческие организации, которые как раз и будут принимать участие в вопросах приема, перевода, выписки как раз граждан, страдающих хроническими психическими заболеваниями в этих интернатах. На текущий день штат специализированных организаций, оказывающих помощь людям с ментальной инвалидностью, полностью укомплектован всеми необходимыми специалистами. Также в регионе с пациентами постоянно взаимодействуют активисты НКО. Роман Ланцев, Александр Грачев, Олег Берендеев, телеканал ЮТВ. Более 80% пользователей курьерской доставки довольны скоростью и качеством услуг. За хорошими показателями стоят рядовые курьеры. О сложностях их работы узнали корреспонденты ЮТВ. Служба курьерской доставки появилась относительно недавно, но уже стала неотъемлемой частью повседневной жизни. Появилась возможность в любой момент заказать продукты, готовую еду и бытовые товары. А самое главное – своевременно получить заказ. Курьеры на самом деле очень важное звено именно в компании, между компанией и клиентом. То есть мы в поисках всегда ответственных, доброжелательных, улыбчивых курьеров. Самое главное, что меня устраивают зарплата и график. Так как я студент, и самое, что интересно было, это я мог ставить сам себе график. То есть работал в свободное время, не мешал учебе, и в принципе получалось это все совмещение. Задача курьера – не только доставить товар, но и довести его в целости и сохранности. Скорость при этом играет особую роль и зависит от способа доставки. Я езжу на машине, у меня своя машина уже третий год. Во-первых, мы можем вывести больше заказов за один раз, да, то есть если у нас идет какая-то бомбежка. Вот, и в принципе это просто очень быстро достаточно, когда мы можем, допустим, в районе, допустим, километров в двух доставить за 10 минут и все. Возраст именно в нашей компании с 18 лет, так как мы ищем автокурьеров. Образование не имеет значения, мы принимаем студентов, даем им возможности подработки в любое удобное время, то есть мы предлагаем гибкий график. Есть также компания, которая принимает с 16 лет, но, соответственно, там уже идет ранг курьеров, либо велокурьера, либо пеший. Особую популярность служба доставки приобрела в годы коронавируса и претерпела серьезные изменения. За время пандемии в России с марта 2020 года по ноябрь 2021 свыше 150 тысяч человек использовали только одну из популярных фирм доставки. Требования, которые предъявляются курьерам, такие как знания города, сейчас уже не столь важно, так как все смартфоны, все оснащено картами, навигаторами. Плюс курьеры работают по определенному радиусу. По данным опроса на ФИ доверие курьерам растет, и доставка остается довольна все большее количество людей. Так 80% опрошенных остались довольны доставкой, а 12% все еще не доверяют интернет-доставке. С развитием курьерской индустрии развиваться стало и сфера продаж. Только в 2021 году количество заказов возросло до более полутора миллиардов рублей. Количество самих работников службы доставки выросло до одного миллиона человек. Валерия Поносова, Александр Грачев, Олег Берендеев, Городской телеканал ЮТВ. Более 100 фильмов кинофестиваля «Восток-Запад» покажут бесплатно. Но для просмотра кинокартин необходима предварительная регистрация. Регистрацию откроют за неделю до начала фестиваля, 18 августа. Чтобы получить бесплатный билет, нужно зайти на портал, кликнуть на картинку «Восток-Запад билетик в кино» и выбрать фильм. После этого пройти регистрацию. Билет будет отправлен на указанный адрес электронной почты. На один электронный адрес можно оформить только два билета. На этом у меня все. Еще больше новостей в нашей группе в Телеграм-канале. С вами была Анна Костина. Оставайтесь на ЮТВ.